Субтитры делал DimaTorzok Если, например, отматывать назад, ваш первый трек или артист, который вдохновил, и после которого вы поняли, что рэп это ваша игра, что нужно в ней развиваться? Блядь, мне бабушка подарила кассету на 8 лет, там был рэп-хит 100% Голова такого нигра была большая, высова нигра Рэп-хит 100% Кто там был? Какой первый трек? Блядь, знаешь, какое дерьмо запутался? Зашел Вот это метод, короче Я не так по злому валили, мы с бабушкой пиздец заценивали У него был мафон на кухне, реально Она там слушала своих аллегровых, ну, типа, знаешь, в новой школе кассету Ну, типа, малой, знаешь, там, ну, поколение, а вот тебе кассету Вообще, на самом деле, да, с брейком, я еще брейком занимался конкретно, это все, я гонял, блядь, у нас в городе было 8 брейкеров В каком городе это было? Это было на севере, есть такой маленький город, называется Муравленка Ничего смешного, блядь Вообще ничего смешного, блядь Какой у тебя был первый трек? У меня братан мама читала рэп, как бы, тут все просто Как бы, время был такой старый, 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 старый трючок еще в составе, уже вне состава роботделби комьюнити Хотя точно не помню, но помню, что, как бы, просто, когда у тебя мама читает рэп, ты точно не запомнишь, когда ты впервые его услышал Может быть, во время родов, просто Окей, парни, помните ли вы свой первый текст, который вы накидали где-то, я не знаю, на листики, на бумажки, там Да, пару панчей оттуда Пару панчей оттуда просто, можете воспроизвести? Да, могу, трек назывался «Скинхеды» У нас в городе, чтобы вы понимали, не было ни одного скинхеда и где-то 50% азербайджанцы, дагестанцы, вот, ну, нации, кавказцы И я, ну, я все равно написал так про скинхедов Хотя их там просто не пахло ими там, ну, я просто где-то видел там, не было, блядь, не было, лет двенадцать, наверное, вот так Застели что-нибудь, что-нибудь кусок Да, я помню, скинхедов я не уважаю, они не наши Мы ели их кашу, теперь пусть они едят нашу Их место в параше Слушай, мне было одиннадцать лет, я жил тогда в Москве, на Коломенской И я такой думал, бля, грув, там вся хуйня, roots выдают, вообще такой охуенный звук, roots, помните таких? Конечно Вот, и когда они, и я такой говорю, блядь, надо тоже что-нибудь попробовать там И начал что-то бам-бам, у меня был такой текстон, я его тоже запомнил, как ни странно Педали нажим, ты едешь на крутой машине, предположим, даже ездишь на, 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 на Драндулетие, твоя жизнь словно тысячи в туалете Заходишь, через несколько минут выходишь, так же, как и в твоей жизни все выходят и заходят, и не знаешь всех, кто в твоей жизни бродит 社rar Уууааааааааааааа Ну хотя бы в Москве объ!.. Там был самый трешняк! то есть все эти дебильные моды разлетелись по окраинам, Москва очистилась, а там теперь тот пиздец только по раздельности. В Москве трэш, а в рынке минус 40, короче. Минус 55, но я с пивом, блядь, с пацанами. Просто пиво, пока в бакуаху несешь, двухлитровый, с магаза до подъезда, где с пацанами висишь. Пиво успевает охладиться. Что было настолько жестко, что если ты заходишь в строительный магазин, заклеим, и ты покупаешь клеемомент, как бы, знаешь, такое ощущение, что сейчас кассирша тебя возьмет за руку и скажи, тебе нужна помощь. Телефон сразу с визиточки. Да-да-да-да, тогда все, если ты покупаешь клей, все пизда. Жак, вышло недавно видео, где ты угадываешь клипы. У нас есть маленькая зарисовочка, и нужно отгадать артиста за 10 секунд. Готов? Давай. Пушка, погнали. 10 секунд. Стоп, 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 стоп. Да, есть предположения? Вообще какие-то наметки, кто это может быть? Ну, вроде нормально валил. Нет. Мужчина, у тебя есть версии, кто это? Ну да, я догадываюсь. Зелено догадываюсь. Это бушка. Это мое дерьмо. Да, это ранний блин. Да, это мне 17 лет было. Это мой первый диск, который реально вышел на диски. Расскажи, вот, ты выпустил свой первый диск, мы ставим потом ниже обложечку обязательно. Блядь. Там она бомбическая на то время была. Да ну, да, сука. Что вы делаете? Мы готовились. На передаче жди меня, знаешь? Да, это есть. Встречай, встречай сына Игнука. Я надеюсь, вы его тоже не пожалеете. Ну, он не так давно в игре, понимаешь? Да, это кажется. Ну да. Плавали, знаем. Да, да, да. Это кажется. Базара нет. Знаешь, как движуха, короче, была? Короче, я вообще вам больше скажу. У меня уже, наверное, в классе в 10-м был свой рэп-лейбл. Детско-юношеском центре, да, в нашем городе мы, ну, блядь, отмутили с пацанами каморку, с которой на радио микрофон записывали дерьмо, реально. Там был такой старый, ну, 35-летний мужик какой-то, толстый, который типа шарил, знаешь. Но он нихуя не шарил, потому что, ну, потом я сам это все дерьмо сводил. Типа врубаешься. Ну, короче, блядь, мне было 15 лет, у нас был лэбл, у нас был свой сайт, сука. Я тебе отвечаю, у нас был сайт. Конкретно лэбл, блядь, все. Артисты, релизы готовились, братан. Когда вышла атака, вот как у тебя, ты поощутишь что-то, взлет, там, первый диск, ну, для любого рэпера это важно. Слушай, это было просто, знаешь, типа, юношеская вот эта движуха, ебать, я хочу вариться в музыкальной индустрии. Я хочу, ну, я хочу, это то мое, знаешь, я нашел себя в этом, вот реально. Кому-то по кайфу было, блядь, если бы я не нашел музыку, хуй знает, что бы было, ебать. Ну, блядь, да. Я тебе так, у меня реально по жизни вся движуха из-за музыки растет, да. Где-то вдалеке, по-моему, музыки нет вообще. Это сильно, да? Да, вы поняли. Короче. Смысл в чем? В том, что, блядь, после того, как вышел этот микстейп, да, атака, я очень сильно заморачивался. Но я понял, что я неправильную движуху мытил на то время, потому что я думал себя продвинуть за счет кого-то на тот момент. То есть я думаю, если я соберу максимум более-менее артистов, которые светятся, да, в игре, то я, типа, сам, типа, выйду на почву этой движухи, как бы, грубо говоря. Ну, и, возможно, в чем-то, да, это и правильно, но это не совсем то, что на самом деле нужно делать, короче. Такая движуха. И я выпустил все круто, я, как бы, свои амбиции утешил, грубо говоря. Реально получил партию дисков, там, от Лэй была, типа. Фиты были на Атаке? С кем фиты были там? Там был, блядь, весь российский хип-хоп на тот момент, который более-менее в тренде был плюс-минус. Движуха была такая, что я просто брал у чуваков их трек и просил отдельный хостед для меня записать скид, о том, что, типа, вот, такое дерьмо, типа, на таком микстепе, вот, специально для Аплина, типа, выходит, типа, вот, такое дерьмо. Кушка, огонь. Ну, да, ну, как бы, вот так. Слушай, а вот буквально пару слов. Ты был в таком коллективе, достаточно известном здесь в городе, Svago Music называется. Угу. Вот. Да. Как повлияло? Ну, буквально, в двух словах. Конечно, все перевернуло полностью. Скучаешься ли по тем временам? Было очень круто. Хотел бы я сейчас оказаться в то время? Нет. Однозначно нет. Чисто еще круче. Базара нет, да. Но тогда было очень... Тогда был такой возраст, такая движуха, что реально, блядь, у нас был только рэп и ничего больше. И вся движуха была только с хип-хопом связана. Мы выступали... Бля-бля, всякие как-то, эти точки еще культовые, батруха, вспомнили. Столько было спот. Да, конечно. Но самая фишка в том, что Лёва Твайс был пиздец игроком, реально. Мастер на все наплевать. Моя задача стричь бабло и пиздаться читать. Лёва Твайс. Лёва Твайс. Лёва Твайс. Я вам скажу, честно, верите, нет? Но Жак мне очень сильно напоминает Лёву, реально. Вот он такой же, тот же тип. Когда, блядь, он в здание заходит, все, бля, молчат. Понимаешь? Ну все. Понимаешь, Лёва Твайс был невероятно харизматичным лидером. Он был сильным, очень типом. Помимо того, что он был пиздец крутым рэпером, который реально... У него жизнь была такая, что он ничего не знал, кроме хассела и рэпа, и все нахуй. Ну все, разбогатеть или сдохнуть, вариантов больше нет. Тогда было охуенно, потому что, ну, очень сильная движуха творилась и мутилась вообще. В плане музыки я охуел, насколько вы реально, блядь, концерты постоянно, еще или не каждый день, там, через день выступления, выступления, студия, то и все. Ну, короче, был двигателем, да, таким? Да, но уже посерьезно, это уже начался серьезный, типа, левел музыкальной движухи. Мне кажется, есть, ну, такое, не мнение, короче, а позиция такая, что слишком рано вот свой... Свага Мюзик слишком рано, короче, в этом стиле начала лобать. То есть он, как бы, чуть-чуть... Мы-то это все знали, я бы сказал. Мы-то знали, мы, блядь, жили в хате на Садовой все. У нас была трехкомнатная хата, там жила вся тусовка. Ну, то есть там, блядь, все. Кто-то приходил, уходил там, но там, блядь, весь питерский хип-хоп, вообще российский хип-хоп там побывал на этой хате, реально. Садовая 29 звездочка 06 решетка, ё-хо-хо-хо. Мы хотели микс-ты, так сказать, спросимай. Да, и мы тогда уже понимали, что мы ебенейший продукт делаем. Просто пиздец. Но в аудитория вообще была не готова. Ну, кроме того, что лайв, да, живые концерты, когда там у нас реально, блядь, была там аудитория, которая чисто на наши концерты, да, гоняла и реально кайфовала от этой движухи. Особо такой массовой популярности не обретала. Но опять же, почему? Потому что там медиа, вот эта вся движуха там, понимаете, редакторы, все там своих артистов проталкивали и так далее. Понимаешь, чтобы залететь, надо было заобщаться там и так далее, 5-10. У нас были, конечно, свои мазы, свои ходы, но вот так, чтобы реально просто за то, что люди любят и слушают, кто-то там начинал двигать, не было такого. Хотя были базары за контракты даже, за серьезные контракты были. Такой чуть-чуть философский вопрос. Вот есть понятие старой и новой школы, да? То есть новая школа опирается на старую, да, в том плане, то, что они знают, как делать ненужное, делают по-своему. Не кажется ли вам, что новая школа должна быть несколько благодарна старой за то, что они некий пласт создали? Только благодарны старой школе, потому что, братан, если бы их не было, то люди бы вообще в нашей стране не были готовы воспринимать рэп. Они прянили первый удар на себя, красавчики. Протоптали дорогу. Но сейчас мы, так сказать, на вторую волну тоже берем удар на себя, чтобы те, кто придут после нас, могли комфортно существовать в мире российского шоу-бизнеса. Я еще хочу сказать, что за старую школу немного даже обидно, потому что реально, ну реально были и есть реально крутые рэперы, крутые артисты, но они уже не получат эту достойную благодарность. Да, за то, что они сделали, за то мы успеем получить займусь. Кроме реально тех, кто вообще в космосу. Будем подтягивать обратно. Вот у Жака есть, у тебя есть, вот недавно, да, пару фитов случилось с представителями старой школы, с хамелем, со Смо Кимо. Фит оправдал ожидания? Вспоминаем детство, когда мы только начинали слушать хип-хоп. Ты слушаешь Смо Кимо, тебе 14, вау, блядь. Я когда-нибудь обязательно сделаю с ним фит. Слушаешь Влади, Хамеля, Ашима, слушай, по-обязательно с ним сделай фит. А потом ты вырастаешь до того уровня, когда ты можешь себе это позволить, и ты делаешь с ними фит. Вот и причина. То есть цель была сделать фит с тем, с кем хочется сделать фит. Это важно для культуры. Это такая маленькая мечта, цель, да, какая-то? Да, да. Закладь, ну я понимаю, на самом деле. На кого ты долго слушаешь, как бы, да, или вырос, или повлияло. Ты, в принципе, растешь с целью сделать с ним фит. То есть, по сути, все достижения, которые у меня есть, все, что у меня есть, это цель сделать с кем-то фит. Вот, то есть, по большому счету, реально я понимаю, что мы живем на фит. То есть, например, я сижу такой и говорю, я хочу сделать фит с Ольгой Серябкиной. И такой думаю, ага, так, микроцель поставлена. Но тут опять же, надо ловелапнуться. Я не понимаю, что он поднимает под словом фит. И потом говорю, но мы-то все понимаем, что я просто хочу ее трахнуть. И такой, сделаю-ка я трек, который называется «Трахаю Серябкину». Трахаю Серябкину. Мне снова сниться, что я трахаю Серябкину. Блядь, уже звонит ее в адвокат, чувак. Я, предположим, делаю такой трек, что мне снова сниться, что я трахну Серябкину. Мы бежим. И после этого, соответственно, я говорю, я трахаю Серябкину и двух ее подруг. И тут, получается, я программирую Севеленную на то, что я, возможно, трахну Серябкину. Ну, или хотя бы мне это приснится, потому что на самом деле это не приснится. А мне кажется, она это дерьмо зацелит и скажет, вот, сука, вот кому-кому, а вот этому ни... Да его подгар, нихуэ. Она наоборот, она кажется наоборот, никому никому. Она мне просто позвонит, братан, через минуту после того, как я зацелил это дерьмо. Но у меня есть свое мнение, поэтому... Тем более, что как бы мои пацаны ей клипы снимают, а она об этом даже не знает. Смотри, а вот, ладно, ну, про них все понятно, про Серебро я как бы, я согласен полностью. А вот смотри, вот если, допустим, представь, ты никогда не выступал, ты просто человек, который любит рэп, слушает рэп. Ты вырос на старичках стопудово, сейчас есть новая школа, ты их тоже слушаешь. И ты вот видишь, чувак записывается с кем-то из старой школы. Вот конкретно с Макимой, с Камелем, как ты их вообще оценишь? Вот они выложились? Как ты думаешь? Я хочу сказать честно, как думаю, как бы. Я считаю, что каждый из них мог бы сделать это лучше, если бы все это время шел к тому, чтобы свой стиль переводить именно как раз со старой школы на новую. Но, например, Андрей, он на самом деле резко, то есть решил сразу, да, с одного вектора быстро хоп, попробуй-ка я в новом стиле. То есть, по сути, это первая попытка влететь на такое дерьмо. Да. И поэтому это, то есть, ну, какая-то адаптация происходит. И я тебе скажу, что наоборот, это значит, что он сделал все, что мог, потому что он перескочил с этого барьера. То есть, он артист такого уровня, который делает это, и мы об этом говорим. То есть, они делали уже что-то на более свежий продакшен, но именно кардинально такого, грубового типа, там вообще чуть ли не этот же, там стайл такой, знаешь, типа, блядь, ну, Асип Фергом. То есть, понимаешь, это получается, мы попросили Хамеля стать Асип Фергом, грубо говоря. А он знал, кто это, позвонил, сказал, я сейчас вот подъеду тут по куплетам, ну, короче, увидишь. Ну, короче, все получилось так, как должно было получиться. То есть, у меня нету каких-то конкретных ожиданий. Нет, грубо говоря, сам если первый раз, то это вообще... То есть, вот если, как бы, за релиз «Зебра» задают примерно такие же вопросы, типа, а что ты за Миша Малиновский? А это просто корешка. Если бы вы знали, чуваки, что это за Миша, я бы вообще его слушали бесконечно. Это просто мой друг, который не рэпер. То есть, это мой друг, который не рэпер. Но, тем не менее, он не башил. Он просто решил зачитать свой рэп. Пацаны, просто много времени провели в месяц. Когда чуваки не из рэпа просто вуду выделывают. Просто так, просто, он просто решил, давай, это его был первый рэп, первый релиз в жизни. Нет, ну, он вообще за культурой следит, я так тоже знаком, смешно. Он следит за культурой, был в курсе за все реально дерьмо. И когда человек реально в теме, я думаю, ему не трудно. Тип с хорошим образованием в Америке учился и в Лондоне, понял, английский знает, в идеале. Зебра крутая, набирай нам, да, там оттуда. Такой вопрос, хайп или true? Что важнее для артиста, для рэпера в России? True hype. True hype? Что это раскроет? Ну, это просто реальный хайп. Хайпить за счет реальных вещей, а не за счет этих воздушных замков, которые люди вокруг тебя строят в нашей стране. Типа образ, амплуа, альтер-эго, вот это вся хуйня, без этой шелухи. Мне вот честно, вот этот хип-хоп уже, ну, это все уже. Чем проще, тем круче. Просто будьте тем, кто есть. Чем ты реальный тип, тем прикольнее, что ты, сука, вот такой уникальный, боже. Типа, вот такой уникальный, боже. Мы просто, вот, мы снимаем свои хуйни. Мы просто такие чуваки, да, я валю свое дерьмо. Мы такие, какие ему нравятся, ну, так идите нахуй. Нам по кайфу, да. Нам по кайфу, да. Нам по кайфу, да. Он тоже отвечал на этот вопрос. Мы хотим, чтобы вы тоже посмотрели, пацаны. Короче, я что хочу сказать, да, хайп или тру, да? Я, короче, что такое хайп, не знаю, поэтому я не буду говорить об этом. Но я вам скажу, что такое real shit. Я считаю, что если чувак реальный, да, неважно, чем он занимается по жизни, он играет в футбол, блядь, занимается фигурным катанием, либо зарабатывает деньги на бирже. Если он крутой чувак, то он крутой во всем, по жизни. Я за это. Если рэпер базарит в своих треках, что он реально крутой чел, то он должен быть крутым во всем. Если диджей базарит, что он реально крутой диджей, значит, он реально, сука, должен быть крутым диджеем. Не только в своем деле, а по жизни во всем успешном. Что такое образ успешного человека, да? Это человек, который преуспел в своем деле и имеет достойную отдачу по этому поводу. Это очень важный момент. Потому что, ну, я вот реально иногда улыбаюсь. Не, в русском языке в основном, дай бог, хоть какую-то настоящую. Знаете, что такое настоящий левел? Это когда все про тебя говорят хуйню, а ты ни про кого хуйню никогда не скажешь. Вот это левел. Врубаешься, да, я вот так считаю. Я считаю, я вот так считаю. Это вот он в своей Азии, там, вон ухлотался. Закон Шаолини. Просто. А то какие имас? Просто многие врубаешься, чуваки думают о себе, да хуя, если у тебя там, блядь, 25 тысяч фоловеров в инстаграме и твое имя иногда пишут там в новостных рэп-сайтах, то ты уже типа, ну, блядь. А когда тебе звонят, говорят, братан, там, за 3 рубля есть маза вписаться, ты впишешь? Он говорит, сначала 7, а потом перезвонит и говорит, ну, ладно, за 3 впишусь. Ну, примерно, примерно, я просто привожу, примерно. Погнали, да. Nothing personal. Парни, такая тоже скользкая немножко тема. Мне хочется просто знать ваше именно мнение, вот как рэп-артистов. Назову ее коротко. Вдохновился или сбайтил? Ну, поняли, да, о чем речь? Я понял, да. Короче, куча рэперов, я не знаю, новой школы сейчас в России, да и раньше всегда это было тоже. Ну, мы все слушаем эту музыку, да, мы пытаемся сделать что-то свое, вот, проносим через себя, через свою жизнь, через рашку, как бы все это дело. Так вот, где эта грань? Вдохновился или, короче, ну, украл, грубо говоря, есть она вообще? Существует ли, как бы, да? Все зависит от того, какой ты чел. Слушай, секунду, дай. Очень быстро, секунду. Что сделал Крылов? Который басни писал? Творил реально. Писал басни. Я понял, о чем ты писал. Это для Фонтэна. Но для нас это всегда будут басни Крылова. Он перевел просто? Да. Мы, по сути дела, изначально, когда в самом начале-начале цепляемся за это творчество, пытаемся прогнать... Может, забыл. Скорее всего, это даже, это просто желание транслировать то, что там, сюда. Мы делаем просто это на доступном языке тем, кто живет рядом с нами. Просто стиль. Это просто идти в ногу со временем. То есть, это не желание что-то скопировать. Мы просто в тренде. Давайте просто вернемся и вспомним, что такое рэп, да? Rhythmical American Poetry. Вот что такое рэп. И вот, и рэп, реальный рэп, это когда ты звучишь как рэп. Да, как настоящий American Poetry. Ну, согласитесь, есть, короче, ребята, которые, скажем так, делают немножко халтуру. Копирка. Мы все иногда немножко халтуру. Да, да. Такая, нечетенькая, это какая-то вот, ну... Если ты слышишь, нет, если ты слышишь трек, который звучит как копирка, значит, этот парень просто некачественно это делает. Ну, я пасхалтуру еще другой. Это просто не уровень. То есть, тот, у кого мало опыта, либо ты это либо сразу слышишь, либо ты это не слышишь, короче. Суть не в опыте. Да, слышно же, ну реально. Научиться нельзя. На слух всегда будет слышно, что тебе поставили, тебе написали, тебя научили. Нужно много работать. Ты должен это чувствовать сам и работать. Нужно много работать, чтобы у слушателя не было сомнений по этому поводу. Что ты уверен в том, что ты говоришь? Не только даже, что ты говоришь, а как ты говоришь? Как ты это говоришь? Нет, чтобы именно по манере. Ник вот сидит, понимаешь, в тачке бит слушает, начинает петь. И я слышу, пиздец, что этот пацан реально, ну, музыкальная музыка, понимаете, образование имеет. Он сядет тебе на пианино, сыграет, дядь, вся хуйня. Я, правда, тоже ходил чуть-чуть в музыкальную школу, там, мне папа заставлял ходить даже райаднее купили. Я вот даже, когда работаю на студии, всегда я только на слух. Там вербит хуярит свою мозаику, это отдельный вообще раппиор. Но я реально на слух слышу, вербит такой, типа, быстрее отъебаться, знаешь. У него, типа, все настроено, типа, ему похуй, да. У него конвейер там, короче, смысл в том, что я вербит за каждую хуйню говорю. Братан, я слышу, вот реально на слух, режет, и все, если какая-нибудь там хуйнюшка оторвалась, я ее, блядь, слышу. И пока он ее не найдет, я от него не отстану. Вопрос к плину, у тебя в текстах много английских слов, ставок и так далее. Раскрой чуть-чуть, что это? Хуки даже. Как хуки даже, целый припев. Ну да, то есть это игра на публику Запада, чтобы они тебя понимали, или как это? Слушай, на самом деле, на самом деле, да, я вообще изначально, когда трек даже начинаю писать, я представляю, как по-английски бы тут залетело. Вот так вот. В плане того, что почему я делаю, вставляю слова, да, в строк, ну это сленг просто, реально, там, какие-то слова, ну не переведешь, так как они будут звучать. И в принципе, ну, люди, которые в игре, ну, они знают, что это значит, им для этого Википедия не понадобится. Ну вот, но припевы, почему я делаю, вот на альбоме, например, да, который сейчас как раз вот так готовится к выходу, а может быть, блядь, уже вышел, а может перенесен до осени. Ну я, блядь, искренне надеюсь, что этого не произойдет, мне чуваки не простят это дерьмо просто, реально, я уже его отвожу на два года. Ты уже заебал. Ну, короче, ты че? Выпускай быстрейся в львом. Да, и короче, почему хуки, да, на английском, потому что, блядь, звучит пиздато, потому что иностранец не всегда сможет понять смысл твоего посыла на русском языке, да, вообще, а на английском языке он хотя бы по припеву сможет кайфануть, качнуться, потому что все люди, в принципе, в мире всегда все песни воспринимают по припевам, да, это больше уже такие, кто, там, за игрой следит, там, может, там, раздуть за куплет, там, за панч и так далее, а в принципе, в принципе, люди, им по кайфу, главное, чтобы музыка музыкальная была, обрубаешься. И таким образом это просто берет масштаб планеты, они, ну, и все, если кто-то наткнется, заценит припев, поймет, что это гэнгстер-шит, это реально. Эээ, похуй, русский гэнгстер валит свое дерьмо, круто, почему не музыкальный гэнгстер. Да, по-любому, теперь еще такой, чуть-чуть жизненный вопрос, вспомните, когда вам приходилось поступать как мужчина, ну, может, либо в жизни, либо в ближайшее. Даже немножко не так, когда вы поняли, что вы поступили первый раз как мужик, как мужчина. Как мужчина именно, не как мужик, как мужчина. Я помню первый раз, как я позвонил, я был в Китае, я позвонил своему бате, говорю, батя, надо встретиться с Типом в Питере, короче, он тебе передаст пакет. Короче, смысл в том, что, да, ему надо было встретиться с Типом, они, он, у меня родители вообще не живут в Питере, но они в это время просто приезжали в гости, я им дал свою тачку, я был в Китае, они на ней двигались. У меня было дело одно, и мне нужно было, чтобы мой батя встретился с Типом и забрал у него пакет, а в пакете было где-то примерно полтора миллиона рублей наличными. И батя мой охуел, когда с ним встретиться, это просто, блядя, там Альберт пригоняет, ему пакет Рив Гоша, реально такой, там мама говорит, блядь, сынок, что за пиздец, у меня, ну, это просто рабочая движуха была, ничего такого там, никакого криминала. Но мама попутала реально, бать, я просто сказал, говорю, ладно, можешь ты их оставить, паркануть, кредит закрыть. Красавчик, ты всегда хорошо. Да, да, у тебя можешь что-нибудь сказать по этому поводу? Да, да, когда сделал все, что смог для того, чтобы получить желаемый результат, вот и все, мы получаем, мы должны получать то, что мы хотим, тогда мы и можем считать себя мужчинами. Если ты делаешь все, чтобы получить то, что ты хочешь, я захотел, чтобы меня услышали, я захотел, чтобы моя музыка играла из машин других людей, чтобы люди любили меня и хотели сделать, ну, делали все, чтобы быть рядом. Как бы я этого хотел, я это получил. Соответственно, раз я получил то, чего хотел, значит, я поступил в мужчину. Мужской поступок, конечно. Самый нелепый либо курьезный случай с органами связанный, такой смешной какой-нибудь, где вы выплыли-то как-то круто, короче, получилось что-то. Бля, какой охуенный вопрос. Можно я, да? Конечно, я понимаю. Только это не совсем с органами, но это, пиздец, весело. Ну, понятно. Я когда жил в Китае, мне нужна была хата, короче, мне нужно было размутить свою хату, с ней заебался, мы жили с типом там, в панхаусе реально. Решил снять себе в одно жало просто хату с двумя спальнями и гостиной, ну, и жить нормально, там тоже хороший комплекс, басиком там со всей движухой. Нашел типа случайно по объявлению, грубо говоря, который вот готов был мне эту хату сдать, он русский был. Мы с ним встретились, запиздились, он такой, все, я нахуй хату эту сдаю, пиздатая хата, живи, но я, говорит, поехал в Паттайю и мне там похуй, жись, рай, малина, там, тёлки вся хуйня будут там висеть. А мужик такой взрослый, 35 ему, странноватый мне показался на первый раз. Я пригоняю, чтобы забрать ключи у него от этой хаты, я ему денег проплатил, он мне должен был ключ отдать просто. Я пригоняю за ключом на мотоцикле, а у меня есть шмайли курнуть с собой, как бы нормально, думаю, увидеть со степом, повисеть, курнуть, почему нет. Переезжаем к нему в отель, там, то есть, начинаем общаться, я сижу, закручиваю джойнт, и он такой, слышь, да нет, это дерьмо не прет. Я говорю, в смысле тебя это дерьмо не прет? Я говорю, блядь, меня каждый раз, как в первый раз убивает это дерьмо, реально, сколько бы я нахуй его, реально. Он, да я, блядь, курю, у меня не прет. Я такой, ну ладно, не хочешь, не кури. Хоп, закрутил, сидим, что-то общаемся с ним на балконе. Он такой, ну ладно, давай, я плохо курну. Даю ему это дерьмо курнуть, он такой, вкурнул, да хуй знает, не прет. И дальше что-то пиздим с ним, заходим с балкона в комнату, ну, в номере гостиничном. Я сижу на кресле, он прилег на кровать, и мы, я ему что-то рассказываю, знаешь, понакуриваю, вещаю. Он такой поворачивается ко мне и говорит, слышь, Макс, я тебе сейчас скажу кое-что. Это будет очень серьезно, и ты, пожалуйста, отнесись к этому максимально серьезно. Я такой, что? Он такой, блядь, я умираю, у меня порог сердца, нахуй, звони скорую помощь, вызывай прямо сейчас, срочно. Я говорю, чувак, погоди, блядь, тебя просто прибило, говорю, блядь. Он говорит, если ты говорил, говорю, дерьмо, нормально, я говорю, не гони. Он такой, блядь, я с детства болею, вся хуйня. Звоню, короче, на ресепшн гостиницы в Таиланде, говорю, блядь, скорую помощь суда. Он мне говорит, вы уверены, 3000 бат это будет стоить. Я ему говорю, 3000 бат, я уверен в это хуйня. Он говорит, блядь, я убираю. Я говорю, ну смотри, чувак, хоп, следующий кадр, залетает, как в фильме скорая помощь, реально, доктор там, блядь, эти хуйни, депрегуляторы его подключать может. Я сижу в кресле, понял? Смотри, этого чудика второй раз в жизни вижу, реально, реально, пиздец. Доктор такой посмотрел, померили, такой, ну, говорит, вроде все нормально, но я предлагаю пройти полное обследование, блядь, в поликлинике, типа, в госпитале. И чувак такой, да, 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 все, блядь, следующий кадр, следующий кадр. Я еду в машине скорой помощи, реально, на переднем сиденье, просто, как, сука, в кино, блядь, этот чел сзади лежит на этой хуйне, наносил, как просто, ёпта, курнул, просто курнул с ним в рубашку. Я просто, реально, сука, в этом госпитале, его в халат, носи дужку, на эту хуйню, просто, я такой, а-а-а. Я говорю, чувак, у тебя есть страховка. Он говорит, блядь, какая страховка, я умираю, мне похуй. Я говорю, блядь, его братан к этой хуйне, я сижу, следующий кадр, я сижу у него в палате, он в халате, подключен к этой хуйне. У него пик, пик, пик. Я думаю, да, ну, нахуй. Я говорю тебе, чувак, ты знаешь, сколько это дерьмо стоит, если у тебя нет страховки, вырубаешься. А он такой, блядь, мне похуй. Приходит доктор, говорит, ну, говорит, вообще все в порядке, мы тут проверили еще, но я предлагаю на рентгене большом полностью пойти, вообще на всю хуйню. Типа, чтобы вообще исключить все варианты, понял? Он такой, такой уже, да, да. Я говорю, братан, спроси, сколько это стоит. Он такой, блядь, сколько это стоит. И доктор такой, что-то там, типа, ну, на рубли, если переводить, там, двести тысяч рублей. Типа того, типа того. Он такой, его сразу попустило. Он сразу попустил. Я говорю, ты спроси, Вася, сколько ты уже должен за рентген движуху. А там понял про это? На коляску, там, сто баксов посадить. Костюм, там, халат, там, ебашище. И все, он вышел, блядь, просил у меня денег за ему рассчитаться. Я ему говорю, братан, удачи тебе, блядь. Блядь, ну да, хуй брули. Вот как у тебя, да, попало. Да, Жак, у тебя какой самый нелепый ржач? Да, блядь, самый нелепый ржач просто произошел не со мной, короче, а со своими знакомыми. Чуваки, пацаны пошли, то ли бухали, то ли что-то сели, короче. Решили, давай угоним тачку, короче, и покатаемся. Я сейчас по мотивам эту хуйню хочу клип снимать. Говорит, давай угоним тачку, покатаемся. Они такие, давай. Такие, что-то хоп-хоп, угнали какую-то хуйню, короче, сели туда. Их четверо там или пятеро, хуй его знает. Едут, что-то катят, катят. Ну, покатались нормально, прилично. И тут, короче, копы крепят, понял? Типа они такие, как больше не съезжают. Ну, а непонятно, то есть с ним-то что, они не хотели ее продавать, ничего. Они просто реально вышли, сдались, типа все. И тут говорят, типа, багажник открывать, ну надо. Какое? Он такой идет, открывает багажник, блядь. А там то ли, блядь, наркоты, короче, полный багажник, то ли друг, короче, понял. Они вообще, то ли жмуровал, по-моему, они там нашли базе. Прикинь, пацаны просто угнали тачку. Сели, да. Карма просто там без дачи по всем, да. Особо тяжелая карма, блядь. Биф, ваше отношение к бифам, вот именно в рэп-культуре. Меня это все. Я уже сказал перед этим об этом. О том, что, блядь, чуваки реальные не в базаре таком. На это нет времени просто, и все, и желание, и все. Не, 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 любой конфликт это просто повод попиариться, знаете это. Ну да, все, ну это просто клоунская движуха, я не знаю, мне кажется так. Если ты реально человек, как-то реально движухой, бывает, что-то ответил. Он так вот, чтобы самому-то кого-то цепляться, но тебе должно быть впадло это делать. Если этот чел даже до тебя доебался, он, блядь, ну, дурочек. Почему? Зачем свое время, свое, блядь, энергию тратить на ненужных людей? Да, еще такой вопрос, сколько лет вашей аудитории, вашей судьбой аудитории? Хороший вопрос, пускай Жак отвечает. У меня поднялась, я не могу говорить за аудиторию Макса, потому что мы его только, я так понимаю, выводим на большую аудиторию. Ну, грубо говоря, да. Ну, которую можно будет именно отследить. Да, то есть возраст, вот это вот все хуйня, это же подробная статистика нужна. Ее нужно начать вести. То есть просто, типа, на какое ориентировано, да, и какой по факту имеется? Да, вот именно кто по факту. Вот, и как бы, честно говоря, честно говоря, у меня все вот это вот время, пока я существую, преобладала возрастная категория от 14 до 21 года. И вот сейчас, как раз после последнего релиза, который мы выпустили, это любой ценой. Я задираю планку. Я задираю планку. Повышаю ставку. Повышаю ставку. Повышаю ставку. Аудитория выросла до в среднем где-то 32 лет. То есть сейчас зачастую уже, знаешь, там на улице подходит. Он что-то иду, разговаривает, веселятся. Я прохожу мимо него, он смотрит на меня, проходит мимо, потом останавливается где-то метров трех, и я слышу крик. Да, в Лос-Анджелесе был такой, я узнаю, тогда вопрос в Петербурге. Я думал про встретить кого-то, когда я приду в Санкт-Петербурге. Он такой говорит, понял? Я так и думал, говорит, что я кого-то встречу, пиздец, но, говорит, не мог ожидать, что это будешь ты, пиздец, говорит, да? Я знаком тоже с этим игром, мы потом все познакомились. Он реально чел в тюряге просидел лет 10, что ли, 8. Вот такая хуйня, за убийство. Он когда в Лос-Анджелес улетел, снимал видос, короче. Потом снял видеоблог, в котором все еще радовался, как он охуенно познакомился с Жаком Энтони, кинул. А я ему такой говорю, нехуйся ты тип такой, шаришь, что ли, за движуху? Блин, ебать, мы тебя там вообще, блядь, просто районы, говорит, там гудят, нахуй. Я ему такой говорю, хочешь, погнали со мной, короче, сейчас мы тебя, ну, познакомлю тебя со своим типом. Только говорю, сучек своих, выгони, нахуй. Он говорит, сучки, fuck off. Стой, пошел со мной. Какие 3-4 картины или каких режиссеров они должны посмотреть, чтобы просто взорвали двумус, короче, просто взорвали двумус, просто взорвали двумус. Нужно посмотреть фильм «Дитя человеческое», стопроцентно. Нужно обратить внимание на самую длинную, непрерывающуюся сцену. Я не смотрю, самую длинную, непрерывающуюся сцену на тот момент за всю историю. Дальше. И там, на самом деле, мне легче прям по сценам говорить, что нужно смотреть. На что нужно обращать внимание, если ты оператор особен. Если взять тот же фильм, там есть сцена, где они едут в машине, у них диалог в тачке. И постоянно камера поворачивается с одного собеседника на другой. В тот камеру из центра тачки крутится. А камера-то нихуя себе огромная. И, короче, Айманюль Любеский снимал эту картину, как оператор. И он изобретал, ему приходилось прям что-то придумывать, чтобы это делать. Короче, конструкция была такая. Была и тачка, платформа на колесах. На нее поставили машину. У машины вырезали крышу. Сверху вставили огромную камеру. Но поскольку она такая большая, ее нельзя вертеть так, чтобы это. Они сделали так, чтобы все сидушки полностью могли опуститься вниз. И, короче, собеседник ложился, камера над ним пролетала, и он садился обратно. И, короче, этот диалог бился минут 7 непрерывно. То есть они отрепетировали эту хуйню, и они снимали месяц, ну, несколько месяцев эту сцену. Потому что нет-нет, да и кому-то, кто-то не успевала, камера ебашила ему, у него там все опухало. Понял, там лица разбивали, ждали, пока заживет, и дальше снова снимали. Дитя человеческое, еще два какие-то. Посмотреть фильм «Заводной апельсин». Сэнли Кубрика. «Зеркало» Тарковского фильм. И на самом деле есть еще один фильм, который стоило бы посмотреть. Это фильм Альфреда Хичкоха «Вертига». «Инсайт молодым», то есть совет молодым, либо же совет самому себе, допустим, лет 10 назад. Какой вы бы сами себе дали совет? Да, я скажу сразу, пожалуйста. Давай ты, давай. Я даже скажу не свой совет, а совет Лёвы Твайса. Он говорил всегда вот так. Мы, говорит, нахуй, ни за кем бегать не будем. Ни с кем фитовать не будем, ни за кем вообще гоняться. Нам похуй, пускай они все сами к нам приходят. Реально. Рубаешься. И так и было реально. И я считаю, что если ты будешь бегать вот так за кем, то тебя и будут воспринимать как человек, который просто хочет, ну, лишь бы продвинуться, да? Но если ты реально вот хочешь заработать уважение музыкой, вот я даю себе совет, если ты помладше, если ты реально хочешь, чтобы люди уважали тебя как музыканты и заценивали именно твое творчество, да, то нужно просто много работать и все. Это тот момент, когда гора идет к Магомеду. Да. Можно быстрее, но это будет не то реально. А можно реально… Можно встать и дойти реально, а можно ждать, пока земля докрутится до тебя. Да, вот Тигер тому пример, например. Я вообще за это подписываюсь. Это реально. Жаль, никакие, блядь. Ну, такой же вопрос, какой инсайт молодым… Совет дать. Да, слушай, у меня как бы единственный совет был всегда касаемо творчества и все их у них всех вызвать нахуй и никого не слушать. Говорят, что говно пошел нахуй и делай именно так, как чувствуешь. Не старайся сделать лучше на его взгляд, старайся делать лучше на свой. И дальше вот именно то, как ты сам хочешь развивать свое творчество, так ты и будешь его развивать. И никто не сможет тебе сказать, блядь, ты делаешь дерьмо. Да пошел ты нахуй, если тебе не нравится, ты не слушаешь это дерьмо. Сколько тратите в месяц? Ваши траты, ну, вот обычные в месяц, сколько бабок уходит? На житуху, на все дела. Да, я на самом деле считаю, что деньгам нужны мозги. Реально. То есть, блядь, если... Самое сложное не заработать деньги, самое сложное удержать деньги, реально. Я живу в России, кайфую и чувствую себя уверенно, спокойно, мне не нужно. Я сплю по ночам хорошо и не переживаю. Это очень важно, чуваки. Сколько бы вы не зарабатывали, не хотели зарабатывать, главное, чтобы ты, блядь, спать мог ночью. Да, что вы не делаете ничего такого. Здоровье, блядь, самое дорогое, что у нас есть. И здоровье, блядь, точно не стоит никаких денег. Это реально. Да, наши декорации... А так? А так? Ну ты это все можешь оставить-то просто, вот. На самом деле, блядь, о чем говори, реально, блядь, у меня бывает такая движуха, что стреляет так, что вообще думаешь, нихуя себе. Нихуя себе, я ухо застудил. Произвийцу, да. Скажи, что у тебя сейчас за альбом выходит, что сейчас за микстейп вышел, пару слов. Короче, смысл в том, что альбом пиздец, реально, я в нем уверен, вообще пиздец. Реально, ну, когда слушаешь эту музыку, я, когда слушаю эту музыку, я думаю только о том, что ебать. Если бы мне кто-нибудь такое дерьмо включил, и чел на русском вот так вот ебашил, борзо, дерзко и по-американски, я бы охуел, реально, я бы заценил. Так они охуевают реально и заценивают. Да, реально, но только вот сейчас, благодаря, да, всем вот этим движухам, которые творятся, это все больше и больше. То есть микстейп Киловерс я выпустил несколько дней назад, да, 4 дня назад. Что такое микстейп Киловерс? Это криминальная сводка просто. Реально, это просто криминальный отчет, криминальный репортаж по поводу того, как чувак разъебывает биты. Просто гостевыми куплетами там, неважно, своими треками. Подруби этот трек. Да, вот в чем фишка. Это просто отчеты о проделанной работе, плюс-минус затравочка там, трек 2, чтобы понимали левел, да. Что такое альбом? Альбом это конкретно музыкальная работа. То есть для меня была цель такая, что альбом должен быть музыкой в первую очередь, чтобы его было слушать по кайфу реально. Чтобы он мог играть в тачке фоном, например, понимаешь? А не когда бум-бум-бум-бум, тут-туда-ду-ду, я альбом всех матерей, понимаешь? К примеру. То есть я сделал акцент на то, чтобы альбом был настоящим таким коммерческим альбомом, но в то же время то, что я говорю и то, как я говорю, ни в какие рамки, грубо говоря, не вписывается, да, этого формата музыкального. звучит все в охуевшие оберки по-американски так как должно должен современный хип-хоп звучать world white именно могу выделить какой-нибудь трек с этого каждый трек бомба реально вы поймете это с первого трека я вам отвечаю обычно всегда вот по первому вот вы включите в охуеть тебя тоже же выходил недавно другой ценой и пи обложка искай буквально два слова там о чем про что суши это просто тоже вот почти то же самое почти до конца чисто описал недельку на районе 3310 был что телефон трубка была конечно иначе чтобы я не вспомнил самый прикол в том что я написал этот трек месяц наверное 4 назад 3310 самый старый трек то есть грубо говоря все началось с него и вокруг него очень захотелось слепить то есть что-то больше я хотел сначала вообще альбом 3310 назвать но потом я доделал додать делать это тебе и не хватало одного трека еще я такой любой ценой надо сделать какой-то трек и такой понял любой ценой надо делать трек любой ценой называть так и и все из из 3310 он перри на расскажи про движуху с 3310 что он типа сделал этот трек а потом официально официально но завод nokia объявил что они перевыпуск но это конечно же несвязанное понятие я об этом зачитал раньше это случилось да прикол подсоединительная штука у нас мы ездили недавно к битмари питерскому вот они с девочкой двое битмари пишут битмари пишут вместе и по 16 строчек под биток просто навалите шестнадцать ну да у меня есть там куплетик давай пушка это древ хатта мы с пацанами сняли о а и 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok